приветствую вас на своем канале зовут меня елена и хочу рассказать о своем новом проекте и в этом видео вы увидите первый отчет дело в том что я решила вышивать раз в месяц по одному сюжету вот этого вот примитивного календаря его на ю тубе уже вышивала по-моему милка не ссылочку на это видео оставлю и я раз в месяц буду вышивать по одному сюжету сейчас январь значит в этом месяце я вышиваю январь очень мне понравился этот календарь примитивный я сейчас ставлю цветную картинку покажу как это будет но здесь мне порядок расположения месяцев нарушен здесь вот и январь внизу февраль я буду вышивать естественно как у нас январь следующий февраль это и внизу под январем будет уже апрель меня но как положено размер работы будет у меня 38 на 50 сантиметров потому что я выбрала ткань кашель кашель 28 каунта вот такого натурального цвета я не помню как честно говоря называется цвет то ли натуральный лен что-то такое вот и вот как-то жалко честно говоря было мне такую хорошую ткань брать и все я для чего-то берегла на потом думаю что беречь что лежит у меня есть еще дмс лун я думала этот или этот выбрать цвет тот немножко темнее честно говоря темнее мне нравится больше но там у меня 32 каунт а это 28 я хотела вышивать на 28 каунте вот спасибо настя на если не ошибаюсь конечно если ошибаюсь этого ты точно посмотрю во второй части уже скажу вот она мне подсказала как ну не не видео как вот находить цвета там в один на 1 2 3 стичи вбиваешь и находишь название цвета потому что здесь не на всех листах есть в общем-то перевод как этот цвет в переводе означает там красный белый и так далее вот как вот здесь например написано да и 1 я вот уже перевела и написала порядок цветов я буду вышивать ниточками схс здесь номера у меня идут получается как и дмс вот в это сразу вот этот ключ он сразу идет на два сюжета на январь и на февраль вот всего будет использоваться 6 цветов ниточек и я и по одной пасме уже повесила на органайзер дуко такая у меня вот простая достаточно организация иголочки все самое необходимое и вот на пальцах я буду вышивать этот сюжет уже разметила вот поставила точку где будет угол работы ткань у меня 50 на 70 сантиметров поэтому все хватит и так я не общаюсь с вами сейчас посмотрите первый мой и вот вы видите готовый результат и сейчас еще раз ставлю картинку чтобы вы могли посмотреть как должно получиться да вы видите и как получилось у меня как видите я внесла изменения не знаю видно или вам или видно или нет но во первых изменение одно я внесла преднамеренное другое непреднамеренное дело в том что я переводила два цвета и вот этот вот цвет светло-бледно-зеленый такой он должен был вышиваться темно-зелененьким вот таким цветом а вот между ними крестики вот одиночные они должны были вышиваться таким бледным и когда я уже вышила также елки должны быть сверху вот такие светлые зеленые внизу вот здесь должна быть одна темно-зеленая ну вот это вот веточки на наверно сосна скорее всего это да и вот эти елки стоят зеленые должны быть зеленые когда я начала вышивать елки я не помню что то мне было надо я открыла картинку посмотреть и увидела что вот это вот темная вот это вот темная рамочка идет и я поняла что она путала цвета а так у меня и я думала что вот эти елки тоже вот этим вот этим светло-зеленым вышиваются хорошо что я посмотрела но ничего я не стала уже перешивать я думаю здесь в принципе разницы нет каким вышивать единственное что так чуть-чуть бледновато получилось поярче может быть было лучше но с другой стороны тоже нежно смотрится достаточно симпатично как видите вышивая на каких металлических пяльцах их этот сэмплер кстати я в первой части не помню правильно я говорил или нет но теперь я посмотрела кто на ю тубе вышивал вышивала мила рукоделкина по моему так рукоделки надо мило вышивала вот последний у нее отчет был за сентябрь октябрь по моему дальше я не видела поэтому мило если ты вышила покажи нам что у тебя получилось вышивая как я сказала на льне мурана 28 каунта такой натуральный цвет понравилось мне вышивать на мурана и достаточно удобно без лупы я вышиваю легко приятно очень понравилась эта ткань мне но намного легче вышивается чем на пельмене ну во первых там три второй каунт это мельче да и там ткань такая она сама мелкая тонкая такая прозрачная и там эти переплетения очень как-то трудно уловимы мне были без лупы здесь все нормально я без лупы вышивала и получилось так и второе изменение преднамеренное это вот здесь название месяца было там на написано латинскими буквами и здесь я написана как видите кириллицей русским алфавитами написала январь но пыталась немножко обыграть и чтобы было как-то в тот стиль похоже но вот так у меня получилось я считаю неплохо получилось и вот елки снегирь снеговичок огромное удовольствие получил процесса честно говоря вышивала я его дольше чем планировала я думала сяду за один вечерок я все вышью но не тут-то было так как это лен так как это без разметки и одной рукой на пальцах я вышиваю все таки процесс идет медленнее чем на станочке а потом я поняла что я испытываю от этого процесса огромнейшее удовольствие и вышивала в удовольствие не торопилась потихонечку и потом не было у меня времени в итоге процесс растянулся у меня аж на три дня но один день там я не вышивала я была занята когда вот краски у нас был эфир с оксаной деризой кто не видел я оставлю ссылочку посмотрите оксана мне приглашала у нее на канале был прямой эфир вот и в тот день я толком ничего не вышла я там пытался рамочку закончила вот и все там ничего не вышивала получается три дня я вышивала от и цемпли что хочу у вас спросить дорогие мои зрители стоит ли снимать ежемесячные отдельные отчеты или все-таки снимать в итоговом отчете месяца мне кажется в итоговом отчете месяца лучше снимать да я вот буду показывать что феврале я вышла вот такой у меня мотивчик получился и процесс небольшой и отдельно снимать я его как-то ну не планирую как вы считаете стоит ли показывать рассказывать побольше или нет дальше теперь я хочу вам сказать еще насчет цветов какие номера я использовала потому что может быть это будет спрашивать вот ну вот здесь мне так написано уж извините этот рабочие моя моя мама рисунок значит красный я использовала использовала 321 ну вы можете использовать любой цвет если вдруг кто соберется вышивать дальше ну белые 5200 у меня дальше золотисто-коричневый 395 дальше бледно-зеленый 368 темно-коричневый я использовала 938 и умеренно зеленые 986 цвет вот это этот ключ он идет на два сюжета на январь и на февраль дальше если вам будет интересно я тоже буду показывать какие цвета я использовала вы можете цвета если кто-то соберется вышивать в общем-то заменять на свое смотрение сейчас я покажу чуть ближе как у меня получается но у нас сегодня к сожалению не слишком ярко вот такая работа французские узелки какие-то получились огромные здесь у меня вот у снеговика особенно глаза хотя там сделала всего два оборота какие-то такие громадные получились на этом ли надо было все таки в один обороте если кто-то будет снимать ну очень легко вышивается приятно так я говорю прям получил огромнейшее удовольствие этого процесса и вот такой красивый у меня сэмплер будет в конце года по крайней мере я на это надеюсь на этом все спасибо большое за внимание кто заглянул ко мне всем всего доброго напишите ваше мнение по поводу отчетов ежемесячных нравится ли вам этот процесс какие советы мне можете дать или еще что-то полезное на это все спасибо всем за внимание всем всего доброго пока пока пока